Если вы нашли маленького котенка на улице, то, естественно, вы берете его в том возрасте, в котором вы его взяли. Но если же приобретение котика запланированное действие, и котенок приезжает к вам, например, из питомника, либо из приюта, минимальный возраст, в котором котенка надо брать, это три с половиной месяца и не недели меньше. Объясню почему. Во-первых, котенок должен быть вакцинирован по возрасту от вирусных инфекций и от бешенства, и он должен пройти карантин в том месте, в котором он раньше жил. Если котенок переедет сразу после вакцинации, либо карантин не будет выдержан до конца, либо против вирусных инфекций не будет ревакцинации сделано, от стресса в момент переезда котенок может заболеть тем, от чего его прививали. Некоторые считают, что надо брать маленького котенка в месяц, в два месяца, он такой миленький, мы будем о нем заботиться, мы его хотим воспитать под себя. Вот это мое любимое. Во-первых, вам придется превратиться в маму-кошку, особенно если речь идет о месячном либо полуторамесячном котенке. Что это значит? Нужно будет водить котенка в туалет, нужно будет вылизывать ему попу, ну вылизывать условно, естественно. Нужно будет показывать ему, что такое когтеточка, нужно будет терпеть переходный возраст во время переходного питания, а возможно срывы ЖКТ, потому что организм не готов к новой пище и могут быть рвоты, поносы и так далее. Это не очень веселая и интересная история для того, чтобы ею заниматься дома. Есть возможность, дождитесь, чтобы котенку исполнилось три с половиной, а лучше четыре месяца. В этом случае вы будете точно знать, какой у котенка характер, и вы будете понимать, впишется ли он в образ жизни вашей семьи. Малыши все миленькие, все обаятельные, но что из него вырастет, вам не сможет гарантировать никто.